всем привет мои дорогие друзья и сегодня будет долгожданное видео о том как восстановить именно спаленные волосы я могу смело говорить об этих продуктах и процедурах которые я вам сейчас расскажу потому что мне самой спалили волосы и я их восстанавливала именно так как я вам сейчас это расскажу но еще хочу сказать что ваши волосы могут быть спалены как в темном цвете так и в белом конечно же в основном палят блондинок это понятно но в моей истории моей практике работы я у меня есть одна клиентка которая пришла ко мне с очень темными волосами и они у меня были очень спалены она хотела стать посветлее эта задача такая которая никто бы из мастеров не брался но так получилось что у меня все клиенты которых когда-то спалили которые хотят поменять цветами и мастера не делают это поэтому у меня самые сложные и такие запутанные ситуации с летом окей и так я хочу хочу вас обрадовать что выход есть и спасти волосы можно но в каком плане спасти мы их не восстановим до того состояния как они были потому что там уже совершенно другая структура когда волос спален структура изменена навсегда и пока волос не отрастет вы ничего с ним не сделайте но вы мы с вами можем добиться того что их не придется обрезать одной то есть собственно говоря задача этого видео помочь вам если у вас длинные спалены волосы помочь им продолжать быть длинными и ждать пока отрастут новые но вам нужно это время немножко денег терпение и просто делать процедуры определенные и не заморачиваться о том что у вас спалены волосы итак поехали начнем с того что я вам расскажу буду рассказывать как это делала я и чем можно заменить возможно некоторые продукты когда мне сожгли волосы первым делом а я сразу же побежала за сотенник вы уже его знаете 150 тысяч раз но возможно кто-то сегодня первый раз смотрит меня и пускай этот человек знает что это самая прикольная серия для восстановления волос я не знаю почему она так работает и многие удивляются мои клиенты когда я рекомендую эту фирму они говорят никогда бы не подумала что эта компания выпускает такие нереально крутые средства да это так когда-то я спасла волосы когда я выходила с черного мои волосы не были не ломались они не секлись но мы были некрасиво такие торчащие да это когда нас лет назад я выходила с черного блондин когда еще не было у меня нет и знаний не такого обилия красителей и тогда я просто пришла на эту серию и забыла и через месяц я обратила внимание что мы волосы потрясающим состоянием а к нему же у меня вот такой большой кондиционер я взяла большой потому что нет смысла постоянно маленьким баночками баловаться все равно мне эта штука нужно постоянно я хочу сказать что имея только эту серию дома вы уже обнаружите огромный результат потому что все мои клиенты переходят на это и потом мне сразу же пишут что я волшебница что я что они не так благодарны что и их знакомые говорят им что у них волосы как после ломирования и так далее и то прочее могу смело говорить об этой серии потому что это не только мой опыт но и моих клиентов когда ко мне клиентка пришла с халавом на голове то бишь спаленный в ничто до ним даже больно трогать эти волосы она пришла с таким волосами плюс она пакета достала серию керастаз и я говорю что если у вас такие волосы то видимо косметика вам не подходит но она там дорогая и то прочее я говорю да хороший рекламный бренд ничего больше сказать не могу уже очень много раз этот бренд не выручал поэтому я от него отказываюсь и когда я не предложила эту серию она так немножко долго думала но все-таки мой опыт люди слышат его в моем голосе и теперь она постоянно присела на него и говорит закажите мне еще потому что это не реальная серия а в общем все мои клиенты на нем окей хватит о сотенник говорить давайте а если вы захотите что-то другое для меня это номер один коллекция что я могу порекомендовать шампунь и бальзам из других серий обратите внимание на корею потому что я уже вам показывала корейские может быть я где-то фотографию ставлю чтобы вам примерно показать есть неплохая ар организм кондиционер там очень сильно много масел поэтому вы можете взять эту серию и использовать ее дома она недорогая и в принципе она лучше чем какие-либо другие бренды следующее обратите внимание на серию на серию изра израильские компании потому что они тоже такие и они обогащены маслом и они обогащены силиконами то есть принципе нам нужно волос подпитать силиконами закрыть чтобы он у нас как-то с нами жил существовал и не ушел и не отпал поэтому израильские мне нравится зарина кей и я или напишу под видео я вспомню еще одна израильская там только одна у них линейка с кератином очень очень действенная когда я подходила еще раз консультантом они говорят что да вся серия может быть и не стоит как бы сильно на нее присматриваться но именно там серия с кератином очень хорошая я оставлю внизу название дальше присмотритесь когда у нас я не пользуюсь я просто вижу что некоторые у меня знакомые которые на ней присели и им нравится дальше по поводу хочу сделать замечание поводу органической косметики натуральной сай херп например именно для волос а также силиконы и стоит не стоит различаю вам этот нит значит смотрите если мы волосы красим химией значит нам нужно лечить волосы тоже химией это моя такая пословица потому что очень странно пойти и спалить волосы окрасить их какие-то безумные оттенки блондинистые особенно а потом говорит что он я купила или в аптеке или на херп шампунь органический с натуральным составом это такой бред потому что для кожи головы для самого корня волос вот там еще будет все хорошо но ваши кончики просто умрут своей смертью и на этом все почему потому что нету силикона нету еще каких-то добавок кондиционирующих и даже если есть какие-то масла немного там в основном экстракты травы и что мы получаем но у нас нету результата нам волос нужно напитать маслами закрыть силиконом чтобы он оставался на голове потому что если мы вот этими всеми натуральными органическими косметикой мы это все вымоем волос остается очень такой оголенный без силиконов без масла ничего он такой как солома становится и он очень легко ломается к слову сказать дали нас все кричат о том что это органическое и технологии и представители и бла-бла-бла-бла но когда я беру флакон и читаю силикон или там еще какие-то добавки непонятно зачем было так орать о том что это органика или просто натурально когда там такой же стал ничуть не лучше чем не знаю также можно и че назвать органической также можно и не знаю все что угодно назвать там все те же силикон и все те же добавки но это плюс потому что иначе без силиконов без добавок кондиционирующих вы свои перепаленные волосы не расчешите вы их с ними вообще ничего не сделаете эти все добавки они все помогают нам поэтому поэтому все окей и пользуемся и не боимся период когда волосы убиты в хлам силиконе особенно нужны и необходимы итак давайте поедем дальше так окей шампунь и бальзамы мы поняли еще кстати хочу я ввести в наш с вами уход за волосами для биостетик вы знаете что я не работаю красителями я довольно безумно косметики я подхожу потихонечку а потому что косметика не дешевая и не все подходит поэтому я не очень-очень так потихонечку но могу отметить вот этот шампунь силки шампунь это шампунь который самый питательный для биостетик он самый такой маслянистый к нему нужно тоже немножечко привыкнуть вся косметика для биостетик тоже довольно таки очень много у нее натуральных компонентов тоже можно отнести наверно как и гады нас к органике мне действительно я почитала состав мало синтетики поэтому пенится не так хорошо пенится отлично но немножко меньше чем тот же сатинник тоже корея и так далее и то прочее дальше здесь очень он питательный и для корней знаете некоторые могут заметить что корень быстрее пачкается но я бы все-таки не стала сильно на это обращать внимание потому что все-таки шампунь невероятно мягкий если перепаленные волосы я думаю этот шампунь подойдет укажу спрей который мне понравился это эссен с д протеин то есть это протеиновый спрей как у него действие увлажнить немножко напитать протеинчиками вы просто на влажные волосы взбрызгиваете очень приятный аромат можно как и на влажные так и на сухие волосы немножечко освежить прическу и я думаю что это очень хороший спрей куда-нибудь в теплые края на отдых им там можно постоянно брызгаться то есть в этом плане вот эти два средства давайте сейчас вернемся к тому какие мы можем делать маски период когда волосы сожжены мы пользуемся масла для блондинок все-таки для таких блондинок как я чтобы не быть зеленцой мы используем кокосовое масло и мы его используем на ночь наносим на чистые вымытые слегка влажные волосы обильно очень обильно наносим не заматываем никаким полиэтиленом что там не задыхался волос и кожа мы просто завязываем волосы и ложимся спать на утро мы но и так перед каждым мытьем перед каждым мытьем мы делаем эту процедуру если вы потому что бывают перепаленные как я говорила брюнетки если брюнетка вам оливковое оливковое я люблю больше для волос чем кокосовое но дело в том что если все таки у вас такой жгучий блонд и вы будете оливком то еще и будет зелень и желтизнание приятное поэтому если вы темненькая только оливковое вы увидите насколько волосы лучше оно вообще моё любимое но я блондинка я не могу им пользоваться и так дальше кстати что можно добавлять в шампунь в маску да в масло что еще можно добавлять протеин кератин можно добавлять я уже вам рассказывал до сыворотка сыворотка для волос у меня есть видео где я рассказываю и о кератине и шелке это тоже плюс это огромный плюс вы можете облаготеть шампунь кондиционер лучше сделать ту сыворотку которую я делала там масло кератин и шелке там все на свете и вы в свою масс например добавляете какое-то то есть любая маска которая у вас есть вы туда просто этой сыворотки добавляете и наносите на волосы точно также можно носить добавлять кератин этот масло и наносить на ночь в общем куда угодно добавляйте кератин шелк там еще что-то я уже просто сейчас не помню уже давно сыворотка эту не делала не пользовалась но вы можете это все дело себе сделать и добавлять косметику вот эти кератинчики это обязательно дальше я хочу рассказать о таком средстве я уже рассказала заказывала я с кореи из китая это филлер ладор ладор значит вот этот филлер это шикарнейшая штука значит вы его значит вот эту баночку выливаете мисочку дальше сюда же наливайте водички потому что он разводится один к одному с водой и выливать и мешаете получается такая сразу как маска наносите на слегка подсушенные ну в принципе после мойки можно и так полотенцем хорошо хорошо промыть просушить и так что впиталась влага и дальше нанести этот филлер на 20 минут или 30 вот что-то теплое желательно или вот этот термоколпак знаете когда одеваешь там феном выдуваешь в этот рукав и там постоянно тепло волосы нереально крутые у меня уже ни одна клиентка я сделала процедуру и она говорит очень волосы хорошие конечно же это действие вымывается это понятно но нужно поддерживать например делать каждые там три мытья каждые 2-3 мытья значит здесь очень крутая форма здесь содержится коллаген он протеин ашелк аминокислоты и гиалуроновая кислота если не ошибаюсь довольно богатый состав мне нравится эта вещь рекомендую и еще есть шприцы корейские я тоже может это фотографию вставлю корейские шприцы которые у меня клиенты оценили очень я оценила очень не знаю что бы я делала в первый день после того как не спалили я тут же это шприцы смысла и вуаля волосы дышат волосы живые обязательно присмотритесь к этим продуктом и увидите насколько волосы лучше плотнее и сильнее дальше давайте покажу все то же самое еще раз вы уже знаете кто со мной давно масла после того как мы помыли волосы мы наносим масла вот такие да силиконовые отмечу эти масла которые нравятся мне и моим клиентам морокко нойл мне в принципе оно подошло моей клиентке нет не знаю уже будете как бы сами решать поэтому вот эти штуки мы используем обязательно после нитья волосы дальше термозащита у меня сейчас щи но мне больше нравится от сатини вы можете в инстаграм посмотреть вот эта сыворотка обязательно для волос которые были спалены потому что отзывы сто процентов насколько я нашла в интернете позитивные эта сыворотка напитана керамидами керамиды заполняют пробоины в волосе и увлажняют здесь много керамида эта сыворотка рассчитана на ночь вы берете выдавливаете небольшое количество растираете в ладонях и наносите на кончики на ночь просто на сухие обычные волосы как я делаю я уже рассказывала что я добавляю эту сыворотку этот крем в свое масло и вот такой тандем использую после мытья волос но уже немножко добавляю и как видите мои волосы чувствуют себя хорошо и я ими довольна это в принципе это было все что я делала и делаю сейчас со своими волосами еще рекомендую вам посмотреть помимо сыворотки которые у меня есть видео я оставлю все под низом под видео я еще рекомендую вам посмотреть мои принципы ухода за волосами и придерживаться их это очень важно и способствует лучшему здоровью ваших волос поэтому мои любимые мои дорогие я вам желаю чтобы ваши волосы выглядели просто роскошно а мои советы я надеюсь вам в этом помогут и пишите ваши вопросы или комментарии если что-то не понятно я обязательно вам отвечу а всех я доцелую до встречи пока пока пока